Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня сегодня была запланирована нормальная съемка. Я хотела показать вам новинки, которые я приобрела для осени себе. Ну, из одежды. Вот на мне сейчас платьишко. Сейчас новое осеннее. Сейчас его выгуливала. Не получилось сегодня поснимать, потому что звезда моя опять приболела. В этот раз, слава богу, не так серьезно все. И в этот раз я уже знала, что это такое. Поэтому я знала, как действовать. Мы сходили к врачу. Сейчас мы сдали все анализы. Вот нам дали новый корм. У нас такая довольно типичная, в общем, для кошек тема приключилась. Поэтому сейчас я буду... Что это такое? Теперь мы будем давать ей другой корм. И завтра дождемся анализов. И будем уже знать, какими лекарствами лечить. В общем, что нам там выпишут. Сейчас я сделали тоже укольчик, поэтому должно полегчать. Давайте, раз уж у меня сорвалась нормальная съемка видео, отвечу на один из самых-самых часто задаваемых вопросов. Он просто, наверное, под каждым видео штуки 3-4, не меньше. Чем я крашу волосы, делаю я это дома или в салоне, как часто я повторяю процедуру, номер краски, название и все-все-все остальное. Короче, ради тех, кто интересуется, я спросила у своего мастера. Она красит меня краской Majorelle. Или как-то так она называется. Лореалевская она. Она смешивает несколько оттенков. Она сказала, что это brown, dark brown и beige. И номера я точно не знаю. И я даже спрашивать не буду, почему. Потому что все равно, если вы хотите получить оттенок волос такой, как у меня, он у вас такой же не получится. По одной простой причине. Если у вас, то есть не то, что если, у вас 100% другой изначальный оттенок волос. То есть если блондинку покрасить вот этим, этой краской, этой смесью, получится один результат, покрасить русую, будет какой-то вообще совершенно другой. Поэтому вообще не имеет смысла спрашивать и пытаться повторить тот же самый оттенок. Если вам настолько сильно нравится именно мой цвет волос, берите мою фотку, идите к мастеру и просите сделать точно такое же. И он подберет, исходя из ваших данных исходных, подберет те оттенки, которые именно вам нужны. Это, я считаю, будет самый такой логичный, правильный вариант, как поступить. Отвечу на вопрос, опять же, касательно того, как часто и где я крашу волосы. Я крашусь только в салоне. Я съела такую собаку, когда я покрасилась, не помню, сколько мне лет, 16 было. Покрасилась дома и стала просто черной, вместо того, чтобы стать коричневой, как я этого хотела. То есть я хотела такой нормальный коричневый оттенок волос, а я стала просто вот как воронье крыло. Это настолько был негативный опыт в моей жизни, и потому что это же вообще ничем не вымыть было, и очень долго. И, короче, поэтому я, девочки, рекомендую, если вы хотите выглядеть хорошо, красиво, чтобы у вас был правильно подобранный цвет волос, который бы держался и смотрелся красиво и натурально, я вас умоляю, не надо ставить дома эксперименты. Идите к хорошему мастеру, не к какому-нибудь, ну, левому первому попавшемуся, а именно к хорошему и проверенному, потому что даже, даже хороший может иногда накосячить, а что уж говорить про каких-то вообще непонятных и про нас самих. Вот все вещи в жизни должны делать профессионалы. Я, естественно, никогда не стригусь сама. Раньше я этой темой грешила, потом приходила в салон, и у меня всегда мастер спрашивал, ты вообще с ума зашла, что ли? Вот ты слепая, когда ты стригла себе волосы, ты видела вообще, что ты делаешь? Конечно, я не видела оно сзади, поэтому нет, я дома сама никогда не стригу, не крашу, и все остальное доверяю всегда профессионалам, и очень вам рекомендую это делать. Так, давайте я посмотрю, что у меня там еще есть. Дальше были вопросы касательно ухода за волосами, он у меня очень простой. Я здесь выложила такие основные продукты, которыми я пользуюсь. Почему мне не приходится делать какие-то усиленные маски, еще что-то? Дело в том, что я постоянно поддерживаю свою стрижку, и где-то раз в месяц, в два я обязательно подравниваю, ну, примерно на дюйм где-то. То есть, ну, плюс-минус. Совсем короткая кора я больше решила не делать, но и отращивать волосы тоже не собираюсь. Это, кстати, был один из очень часто задаваемых вопросов. Что касается ухода, я очень долго пользовалась вот этими шампунями и бальзамами. Вы их могли видеть много раз в моих видео. Сейчас я тестирую и уже некоторое время сижу на вот этих вот шампунях-бальзамах от Кевина Мёрфи. Мне очень они нравятся, мне реально прям они очень здорово подошли, что редко бывает, поэтому я так долго сидела на этих. Но, честно говоря, мне кажется, они немножко дороговаты, поэтому я вот это закончу и, наверное, покупать не буду больше. Хочу протестировать потом другую линейку, мне подруга советовала. Но если не понравится, вернусь вот обратно к вот этой. После каждого мытья я обычно использую вот такой вот праймер от Bumble & Bumble. Он увлажняет волосы, помогает их легче расчесать после мытья. И он также содержит в себе термозащиту, потому что я всегда сушу волосы феном, потому что если их не сушить, они выглядят у меня вообще как-то дурацкие. То есть я либо делаю кудряшки, либо выпрямляю. В общем, в любом случае происходит какое-то термическое воздействие, поэтому обязательно его использую. Очень нравится, уже неизвестно какая по счёту бутылка. Думаю, что буду покупать ещё, если не найду что-то ещё лучше. Также я часто использую вот такое вот масло от Керастаз. Тоже уже сто раз о нём рассказывала. Видите, как у меня мало уже. Ну как, пол бутылки осталось. И это уже далеко, опять же, не первая бутылка. Очень его люблю. Отлично увлажняет волосы. Иногда делаю прям маску из него, но чаще всего наношу на кончики. И потом вот, то есть растёрла между ладонями, нанесла на кончики. И потом то, что осталось на ладошках, немножко распределяю по длине, чтобы так слегка увлажнить, убрать пушистость волос. Очень люблю это средство. Обязательно буду покупать ещё. Оно вот из тех масел Керастаз, которые я пробовала. Вот именно это, эликсир ультим классический. Нравится мне больше всего. И дальше то, что я использую уже намного реже. Вот такая вот маска. Это вот если... Знаете, когда я пришла после салона, когда волосы такие чуть-чуть сухие, потому что использовали уход, которым я обычно не пользуюсь. Там, кстати, в моём салоне используют Marocco Noel. Вот. Поэтому часто я после этого прихожу и делаю вот такую вот маску от Керастаз. Она глубокого увлажнения. Из этой же линейки, что и маслечка. Оно отличное. Она, точнее, отличное. Я беру её периодически в поездки. То есть, в маленькую вот эту баночку откладываю отдельно масочку себе. И это новинка моя. Скраб для кожи головы от Керастаз. Я не могу сказать, что я в огромном восторге от него. Я пробую, пока играю, тестирую. Смысл в том, что там довольно мелкие такие скрабирующие частички, которые, как мне кажется, особо до кожи головы и не доходят. То есть, они остаются где-то на волосах. Но мне это средство пока всё равно более-менее нравится, потому что оно как-то глубоко очищает волосы. То есть, если я использовала какие-то очень сильные фиксирующие какие-то средства укладочные, тогда я использую вот эту штуку заодно, до того, как я мою голову шампунем. И он хорошо прям очищает волосы и голову. Ну, в общем, мне пока нравится. Но я не могу сказать, что это прям восторг и ох-ах, и обязательно всем надо брать, и что это прям вот скраб-скраб. Нет, это просто очень такое глубокое очищение головы. Вот вроде и всё, что я делаю по уходу за волосами. Ничего прям сверхъестественного и особенного я не делаю. Я думаю, что здесь главный успех в том, что у меня подходящие уходовые средства, то есть, именно которые мне подходят. То есть, соответственно, вы для себя должны найти тоже что-то, что подходило бы именно вам. И второй момент, что я постоянно подравниваю кончики и не даю... То есть, они не успевают у меня сечься, и, соответственно, никаких проблем в этом смысле не возникает. Вот, я надеюсь, что я была хоть сколько-то вам полезной, и что я ответила вам на вопросы, которые вас интересовали. Если ещё какие-то есть, обязательно задавайте в комментариях, постараюсь на них ответить. Большое спасибо за то, что смотрели это видео. Встретимся в следующих, и пока-пока. Кстати, на канале All Things Hair Russia вышло сейчас моё новое видео. Обязательно посмотрите его, мне кажется, вам будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok